Реальти-шоу «Мой бизнес» продолжает дарить возможность реализовать все самые смелые бизнес-идеи под руководством самых успешных предпринимателей страны. Сегодня у нас в гостях ментор Реальти-шоу «Мой бизнес», основатель первой аккумуляторной компании Виктор Лемешевский. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Ну, каково вам в качестве ментора, то есть человек, который принимает решения в принципе? Ну, скажем, несколько неожиданно, хотя реальным ментором я стал лет 20 назад, когда стал заниматься бизнесом. Только я менторил самого себя, а сейчас приходится менторить, или точнее пытаться менторить другие проекты. Ментор-то я только начинающий с точки зрения, скажем, менторства других бизнесов. Поэтому для меня это скорее такой интерес и возможность наложить собственный опыт, вообще узнать, есть ли у меня хоть какой-то опыт, который может помочь другим, скажем вот так, больше в этой ситуации. Ну и что вы выбрали из предложенных идей, из искателей? Что-нибудь приглянулось? Я как бизнесмен, то есть ценю время, то есть это такой ресурс, который, к сожалению, в общем-то нельзя там как-то растянуть, отложить куда-то и так далее. Поэтому, когда шел на проект, ну, понятно, мы там просматривали энное количество разных, скажем, идей, проектов, стартапов, да. Мало того, выписали, то есть у меня был лист, значит, того, что мы реально хотели. Сколько там было цифр? Один? Там было около восьми, да. Ну, я предполагал... Именно направлений, да, которые вам были бы интересны? Нет, ну, вообще, да, идей, да. Да, да. Потом, в общем-то, включился некий эмоциональный фон, значит, там, визуальное восприятие людей, следующий момент... Нет, ребят, пулеметы вам не дам. Ну, типа того, да, эмоциональный, вот, скажем, как бы харизма лидера, что очень важно, умение преподнести правильно свою идею, то есть вот некий комплекс, скажем, набор вещей, да, без которых вообще продать свой бизнес нельзя, неважно, кому нет. То есть из восьми цифр осталось сколько? Из восьми цифр осталось четыре, причем вот эти четыре не были в первых восьми, то есть это все наоборот, да. Ну, а с точки зрения, что выбирал, ну, первое, значит, у меня есть определенная компетенция, во всяком случае, я так думаю. Логистика и так далее. Мне кажется, в большей области производства есть какие-то компетенции. Я хотел выбрать производственный бизнес, мне это интересно. Да, в общем-то, потом подвернулся бизнес совершенно социальный. Я даже представить себе не мог, что на дошкольном, скажем так сказать, воспитании или дообразовании, не знаю даже, как это сформулировать, можно делать какой-то бизнес, мало того, сетевой, и как-то вот его преподнести. Мне просто искренне захотелось узнать, ну, так ли это на самом деле. Поэтому я выбрал, скажем, проект Айдая. Ну, и, в общем-то, четвертый проект, в котором я вообще ничего не понимал. И то, на самом деле, компетенции мне хотелось взять скорее оттуда, нежели дать самому. Это вот финтеховский проект, айтишный, это Пингфин. Вот, собственно, все. То есть получилось, я взял то, что я умею, и то, что я совсем не умею. А давайте сейчас на тему, которая вам ближе всего. Давайте по поводу первой аккумуляторной компании. Вы сказали, вы производственники, вы сейчас занимаетесь производством. То есть первое подразумевает полный цикл, да? Да, 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 конечно, да. То есть у нас такая вертикально интегрированная структура. Мы продаем аккумуляторы, собираем аккумуляторы, вышедшие из строя. У нас, собственно, металлургическая производство, перерабатываем их, получаем сырье непосредственно уже для изготовления новых аккумуляторов, производим новые аккумуляторы и опять их продаем. С учетом того, что жизненный цикл продукта там колеблется от 3 до 6 лет, так что за, скажем, жизнь зрелого автомобилиста, который начинает свой автомобильный путь в 20, например, и заканчивает в 80, что вы столкнулись с нашим продуктом не более там 7-8 раз в жизни. А лучше 10. Ну, для нас, да. Для бизнеса, да. Для нас, да, да. Виктор, ну и напоследок, конечно, традиционный вопрос человека, который сейчас занимается новыми бизнесами. И много людей есть, которые не решаются, у которых есть идея, нет возможности, есть возможность, нет желания. Как решиться-то? Стать действительно бизнесменом, человеком ответственным за собственный бизнес? Это надо сначала решить для себя, готов ли ты нести это бремя и эту ответственность. А потом начинать. Потому что часто бывает, когда ты входишь в бизнес, в общем-то, скажем, барьер входа в сотни, в тысячи раз меньше, чем барьера выхода. И это не просто связано с деньгами, это связаны вопросы с, прежде всего, там, личными обязательствами, обязательствами перед людьми, которые вовлекаются в ваш бизнес, обязательствами перед партнерами и так далее. То есть, вот эту дверь можно открыть, по-моему, только один раз. Да. И выйти из нее, ну, очень-очень сложно. Бывает, что и дверь-то открыть нельзя. Потому что там уже за дверью кто-то сидит. Ну, это просто надо решиться. В конце концов, в разы приятнее быть зависимым от своего себя, а не, скажем, от кого-то еще, там, да, от каких-то внешних обстоятельств. Что-то не то сказал. Ну, что, мы хотим пожелать вам, как руководителю первой аккумуляторной компании, пожелать вам удачи, ну, и как ментор, потому что вы нашли себя и в этом, скажем так, направлении, выбрали какую-нибудь интересную для себя идею, увлеклись, и, так сказать, и получили от этого удовольствие. Искренне пытаюсь это сделать, искренне пытаюсь, мало того, уже получаю удовольствие от менторства, там, ряда проектов, которые у меня вот есть сейчас, в частности, с программой «Мой бизнес». А я напомню, у нас в гостях был ментор реалити-шоу «Мой бизнес», основатель первой аккумуляторной компании Виктор Лемешевский.